Лучше так, чем ничего вообще. Как будто... Траурный вечер какой-то возле Париж. Лучше глинтвейн, чтобы забыть потом. Ты вот понимаешь, в жизни тут же ведь так. Красивые? Новые вещи. Или из дешевого вина сварите глинтвейн. Что еще отзовите? Ха-ха-ха! Всем привет! Вы на канале Great Box Vlog. И сегодня я вам открою маленький секрет. Если пока у вас нет возможности подарить своим любимым, неважно, мужчине, женщине, девушке, парню, Париж, то я вам открою маленький секрет. Как порадовать на День Святого Валентина свою вторую любимую половинку. А для этого нам нужно сходить в Fixed Price. Купить что-нибудь приятное. Например, шарик. Романтично. Купить еще, подумать. Хорошо, хорошо подумать. Создать атмосферу уюта и тепла. Для этого вам понадобятся, например, воздушные шарики. Хотя, хочу сказать, сейчас уже мы просто привыкли к Fixed Price. Там уже давно не Fixed Price цены, если честно. И я думаю, что скоро сделаю вылазку в другие магазины и попробую сравнить цены. И стоит ли вообще так надеяться на Fixed Price, что он всегда может нас выручать. О, запах, конечно, неромантичный. Нужно заранее их надуть, чтобы запах выветрился. Ну, здесь типа палочка такая прилагается. Я ее использовать не буду. Я буду использовать насос, который у меня был. Создаем романтическую атмосферу. Надеюсь, не лопнет. Кстати, в Fixed Price покупаю вот такой скотч. Двусторонняя липкая штучка. Очень часто выручает. Вот сейчас ей воспользуюсь. Так, один готов. Сейчас второй надуем. Надуваем второй. Конечно, лучше просить помощи мужчин. Так как мужчина рядом не оказалась, придется самой. Создавать романтическую атмосферу. Для любимого мужа и детей. Значит, шарики красивые. Но надо их проветрить. Запах не очень. Получились вот такие классные сердца. Кстати, я довольна. Единственный минус запах. Поэтому нужно надуть заранее и проветрить помещение. А то как-то не романтик. Вот так вот можно украсить романтично. Не жри там мои эти самые. Это еще нельзя есть. Итак, для того, чтобы создать атмосферу праздника, мы создаем красивый свет, аромат и вкус. Для этого нам понадобится украсить шариками помещение. Затем обязательно я рекомендую какой-нибудь маленький сюрприз. Ну вот, например, я нашла симпатичные коробочки с сердечками. Мне они очень понравились. Ну что-то же туда нужно положить. Покласть. Положить. Положить. Чтобы они были чем-то наполнены, недорогим и приятным, предлагаю... И знаете, что это такое? Я долго смотрела, думаю, что же это за фигня такая. А потом прочитала. Оказывается, это мыльные розочки, которые растворяются в воде. Кстати, очень романтично. Можно устроить такой романтик уже вечер после чая или вина и так далее и тому подобное. Кому что нравится. Но я забыла самое главное. Значит, пока я буду сейчас вам рассказывать, для создания атмосферы, я уже как говорила, нужно обязательно какой-то вкус добавить. Нужно аромат. Аромат у нас есть, да? Красивый свет мы добавим с помощью свечей, но это чуть позже. А сейчас, пока мы с вами болтаем, я предлагаю заварить вкусный и ароматный чай. Для этого нам понадобится чайник. У меня вот такой. Для экстремалов можно в этом чайнике сделать длинтвейн в чайничке. Я буду делать каркаде, оно будет напоминать длинтвейн. Для вкусного и полезного чая каркаде нам понадобится чайник, чай каркаде, а я взяла специи. У меня вот такие. Прованские травы. Не брала прованские травы? Не брала прованские травы. Я ошиблась. Подожди, а зачем я прованские травы взяла? Нет, прованские травы мне не нужны. Для чая каркаде, волшебного, нам понадобится корица в палочках, гвоздика, бадьян и кардамон, как говорит моя старшая дочь. Ой, как пахнет этот бадьян, я обожаю. Выбираем самую красивую звездочку. Потом берем, ну я думаю, ну вот так где-то, шучу 5, 6, 7, шучу 5 гвоздичек. Мы это все от каркаде Я хочу положить вот так, чтобы было красиво. Вот так нам хватит каркаде. Каркаде, специи. Итак, чайник у нас кипел. Я забыла положить палочку корицы. Какая-то она дохлая. А теперь мы завариваем каркаде с травами. Вкусный, ароматный. Это не травы, а специи. Ну со специями. Но специи-то из чего делают? Из трав. Кстати, вот эти вот зажигалки я купила в фикс прайсе. 3 штуки 55 рублей или 50. Написано, что они безопасные. Ну не знаю, что они безопасные, конечно. Зажигалка в априори не может быть безопасной. Итак, пока наш чай заваривается, мы его вставим в сторону и продолжаем обзор покупок с фикс прайса. И так, как я уже говорила, если у вас нет возможности подарить Париж, это как, знаете, есть такой мультик. Я подарю тебе звезду. А мы по-новому этот мультик сделаем. Я подарю тебе Париж. А потом Я подарю вам Париж, но это будет позже. А сейчас мы вместе с вами пока об этом помечтаем. А пока мы мечтаем, я предлагаю сделать вам хорошее настроение. Для этого мне понадобится красивая... Красивый подсвечник. Я взяла его вот такого цвета мяты. Но это хоть и прошлый тренд сезона цвет мяты, фикс прайс, видимо, не в курсе, какой в тренде цвет, но это не важно. Важно, что это романтик с сердечками. Посмотрите, какую красивую кружечку я к ней подобрала в комплекте. Создаем романтичное настроение. Купили кружечки, купили подсвечничек. Теперь красивые вот такие подсвечнички. Ввели сердечек всего по 55 рублей. Вру, по 77. Свечи, кстати, без аромата, это хорошо. Сердечки. Создаем атмосферу с помощью свечей. Бюджетный вариант 14 февраля. Главное, внимание, между прочим, вот понимаешь, даже если нет возможности поехать, ты хотя бы обрати внимание на свою половинку и создай романтический вечер. Кстати, не обязательно ждать 14 февраля, можно это делать как можно чаще. Ну, красиво же. Как будто траурный вечер какой-то возле Парижа. Так, не сушите ее. Потом, смотрите, ароматные, вкусные свечки пахнут, кстати, шоколадом. Мне очень понравились. Они прям реально красивые. Я даже вот открою. Сейчас как подождется. Сейчас как устроим пожар. Короче говоря, если ваши девочки или мальчики на ПП и не едят сладости, тогда очень актуально подарить им свечи с ароматом шоколада. Может быть, даже это небольшое издевательство будет. Хотите подколоть своих любимых, которые сладко не едят? Подарите им свечи с ароматом шоколада. А самое интересное, цена качества 55 рублей, две свечки, ну, вполне нормально. Теперь мы возвращаемся, мои дорогие, вот к этим мыльным набор мыльных сердечек. Сердечек розовых, с узкой золотой. Набор мыльных розочек. Набор мыльных... Возвращаемся к набору мыльных розочек. 13 штук. Счастливое число рекомендую дарить. А дарить рекомендую вот в этих коробочках. Посмотрим, как это будет выглядеть. Кстати, вот эти коробки мне понравились. Там были коробки в виде сердечек, они такие по 90 рублей, но они такие хлюпкие. Я бы вот прям не захотелась покупать, мне они не понравились. А вот эти вот мне понравились коробки. Они такого хорошего качества и достаточно плотные внутри такие симпатичные. Это будет выглядеть вот так. Та-дам! И все, что ли? Это только начало. Даришь коробочку, зажигаешь свечку, завариваешь вкусный чай или глинтвейн. Чайнички. Лучше глинтвейн, чтобы забыть потом. Лучше так, чем ничего вообще. Самое главное, все равно внимание, вот чтобы не говорили вот эти вот люди, дети, неважно, тогда деньги решают все. Я согласна. Деньги решают многое. Но, если даже сейчас на данный момент пока нет возможности, сделайте приятное своим любимым. Обратите на них внимание. Зажгите... Зажгите... Зажгите свечи. Заварите вкусный чай. Или из дешевого вина сварите глинтвейн. Что еще отдавите? А можно, наверное, судоводку подмешать. Ну ладно. Короче, вот эти вот розочки розовенькие. В розовую коробочку. Получается очень симпатично. Вот. Получается такой маленький сюрприз. Следующий вариант. Дальше удивить можно и добить ее. Расположить к себе или его. Как бы вы не крутились, а есть-то хочется всем. Есть вот такой прикольный набор. Состоит он, этот набор, из деревянного сердца и шпажек. И сейчас мы с вами сделаем романтический мини-ужин. Для этого нам понадобится... А, нефига, в жизни вот так вот раз. Вот такой мини-наборчик. То есть, вот это все стоит раза в три или в четыре меньше, чем в одного. Нам понадобится зелень. Нам понадобится виноград. Можно много не покупать. Можно купить буквально малюсенькую веточку. Киви. Они такие бархатные, приятные на ощупь. Мини-маслины. Вот с такими мини-моцарелло. А еще нам понадобятся вот такие вот мини... Кстати, российская экокультура, агрохозяйство. Мини-вот такие вот помидорчики. А ты молодец? Сыр. Любой, какой у вас есть. В моем случае ламбер. Смотрите, значит, нам нужно вот этот мини-наборчик. Туда входят вот такие шпажки с сердечками. Сейчас мой помощник их обработает кипяточком. Давай, быстренько. Давай, быстренько. Встану, 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 пошла. Почему-то воняет. Блин, ну и вонючий шагец. Красивые и вонючие. Вот понимаешь, в жизни тоже ведь так. Красивые, но вонючие. Поэтому, понимаешь, красота изнутри должна быть, как огонек. Мы, значит, эти шпажки, посмотрите, какие милые шпажки. С мягкими сердечками. Потом этими сердечками можно сделать массаж на все тело. Блин, подкунт. Видите, вот это... Ты мне можешь без кого-то без сердечкового сделать массаж. Я тебе сделаю щекотный массаж. Не надо. Итак, вот такие мини. У меня было жалости за ним. Шпажки розовенькие. Шпажки розовенькие с розовыми сердечками. Такие романтичные, такие мягкие. Нажные. Вот такое сердце. Я боюсь, что если вдруг кому-то не понравится по башке, сердечком дышит. Так вот, чтобы вам не били вот таким сердцем дышит по башке, нужно сюда положить вкусные, аппетитные шпажки. Между прочим, мне так нравится. Вот оно такое приятное, деревянное, классное. Ой, как пахнет вкусно. Настоящее дерево. Не то, что, блин, силиконовые шарики. А чистить? А как ты будешь чистить? И что ты делаешь? А нормально почистить? Нет? Чистят пусть бедные студенты, а богатые вот так режут. Что, да, речи потерял. А бедные студенты пусть чистят тонко. А можно вообще вот так вот разделять людей бедные, богатые. Все одинаковые у нас сегодня. У нас получилось вот так. Можно использовать любые фрукты, морепродукты и овощи, которые есть у вас в холодильнике. Ну и скоро, блин, стошнит от этого запаха, этих самых, почти реально. Мы сделали романтическое канапе на сердце. Можно использовать все, что у вас есть в холодильнике. Фрукты, овощи, морепродукты, мясо, сыр. Все, что есть, все, что придумаете. Даже можно сухарики сделать со специями на крайнях. Выглядит симпатично, на вкус приятно. А теперь к этому ко всему. Мы пробуем наш чай, угощаем своих любимых вкусным чаем. Хватит жрать, я хочу поесть киви. А теперь в завершении романтического вечера нужно угостить чаем каркаде или глинтвейном или чем захотите свою любимую. Кстати, отличная идея вот так вот пить каркаде со специями. И, вернее, не обязательно это делать только 14 февраля. Можно это делать каждый день. Я за то, чтобы праздник каждый день. Ставьте лайки, кто за праздник каждый день. Пишите в комментариях, как часто вы делаете своим любимым приятные вечера. И вообще просто какие-то маленькие приятности. А еще хочу проэкспериментировать с мыльными розочками. Сейчас посмотрим, как они тают. Вдруг они не растают. Ваши любимые расстроятся. Не надо так, ну, красные сначала. кстати, практически не пахнет. Ну, ладно. Фу! Не очень романтично, да? Ну, да, такое, как будто это, остатки ужина. Остатки ужина, вернувшиеся. Ну, смотри, тебе же понравилось. Представляешь, тебе такой подарили, подарок. Да, но я сомневаюсь, чтобы ты общалась с этим человеком. То есть, когда я тебе подарю этот подарок, ты передаваешься я тебе ничего не подарю. Лучше ничего, чем такое, да? Вылипостите меня отсюда! Вылипостите меня отсюда! Я тебя прям термит. Начни. Важное сообщение, ПС-включение. После эксперимента с мыльной водой Лиза еле отмыла... Хоть и жрабит. Лиза еле отмыла руки после вот этих вот розочек. Поэтому лучше, лучше вот эти вот розочки, вот эти вот розочки не использовать, просто дарить для красоты. Всем пока! Ну что, друзья, с наступающим вас романтическим днем! Помните о своих любимых и близких, поздравляйте их, делайте им маленькие шалости и внимание. Главное, внимание! Ну, а Париж подождет. Блин, хватит жрать. Ура! А-а-а! Только мысли было, только мысли, блин. Мои мысли, мои скакуны! Такой романтический вечер я рекомендую вам устроить для своих любимых, близких, мальчиков, девочек, своих подружек. И в общем, наслаждайтесь жизнью, друзья! Всем пока! Вы были на канале Great Box Vlog И я с вами Наталья Чау-ка-кау! До новых встреч! Я готова к такому романтику каждый день Главное забыла сказать Растаяли свечи, растаяли Ты уверена, что там был крокодей, а не глинтвейн? Пока я наслаждаюсь чаем, а Париж подождет